Добрый день, друзья! Вы на канале Стройгарант Анапа. Меня зовут Марина, и я сегодня представлю вашему вниманию обзор шикарного двухэтажного дома 130 квадратов на юге. Идемте с нами. По всему периметру дом огорожен, есть замечательная калитка, есть ворота для въезда вашего автомобиля, забор из металлопрофиля. Уже во дворе видно, что в дом подведено электричество 15 киловатт, как, в общем-то, и во всех домах Стройгарант Анапа. Обязательно есть индивидуальный септик. Друзья, дома газифицированы. Если говорить о данном конкретном проекте, газ уже заведем в дом. Есть вытяжка, все, что необходимо, газ внутри, друзья. Зимой будет не холодно. Дом отделан штукатуркой баумид, красивых благородных серых оттенков. По периметру отлита отмостка, ориентировочно около метра. Это у всех проектов Стройгарант Анапа. Уже есть крыльцо, выложенное керамогранитом. Друзья, обратите внимание, уже есть навес. По-моему, для этого небольшого крыльца навеса достаточно. В доме есть терраса сказка, друзья. 22 квадрата. Терраса, как и крыльцо, выложена керамогранитом. Еще нет навеса, но вы можете заказать данные работы в компании Стройгарант Анапа. Эти работы уже выполнили соседи. Посмотрите, какие у них красивые кресла, столы. В этом доме может появиться все то же самое и даже лучше. Ступени ведут сразу же к вашему приусадебному участку. Земли здесь 5,5 соток. Этого вполне достаточно, чтобы поставить теплицу, высадить грядки, посадить плодовые деревья. И у вас будет своя зелень, свои фрукты, все овощи со своего сада. В данном проекте крыша из металлочерепицы. По периметру всей крыши есть сливы, водостоки. Практически на каждом углу дома сливы имеются. Можете собирать дождевую воду. Дорогие друзья, мы находимся в коридоре. Коридор небольшой, но достаточно вместительный для того, чтобы здесь расположить и гардеробную, и шкаф для обуви, и вашу обувницу. Уже стены оклеены обоями, как и во всем доме, собственно. Дом в полной отделке. Здесь же находится радиатор. Под всей плиткой в доме положен теплый пол. Есть электрический щиток. Вы можете управлять светом вашего дома сразу же из коридора. Все необходимые розетки, выключатели тоже есть. На первом этаже дома расположен санузел, одна спальня и кухня-гостиная. Давайте посмотрим главную комнату этого дома. Если честно, когда зашла, предположила, что это все-таки плитка, но нет ламинат. Очень красивый. Посмотрите, рельефный оттенок красивый, рельефная текстура. Мы находимся в зоне гостиной. Гостиная просторная, залита светом. Гостиная 37,9 квадрата, полностью совмещенная с кухней. Это зона гостиной, как я уже сказала. Выведены все необходимые розетки. Розетка под ТВ. Очевидно, предполагается, что диван расположится здесь, но в любом случае это решать вам. Выведены все выводы под осветительные приборы. Ваша задача просто грамотно их расположить. Зона кухни для счастливой хозяйки. Выведены все розетки для необходимой электроприборы. Есть вытяжка с этой стороны. Наверняка электричество тоже выведено под вытяжку. И посмотрите, как мы сказали, в этом доме уже есть газ. Газ внутри. Система теплый пол управляется отсюда. Как мы уже говорили, эту систему видно не будет после того, как установится кухонный уголок и все, что необходимо для кухни. Из кухни вы можете попасть на террасу. Окно большое, как я сказала, очень светло. Но с двух сторон от дверей есть и окна, которые также открываются. В данный момент пока нет москитной сетки, но она обязательно будет. Спальня на первом этаже 15,5 квадратов. Она выходит на фасадную часть дома. Спальня также оклеена красивыми обоями в той же цветовой гамме, что и в кухне. Напомню, во всем доме потолки высотой 3 метра. Потолки натяжные. Есть диффузорные отверстия и вывод под световой прибор. В этой комнате розетки расположены внизу. Посмотрите, вдоль пола наверняка это очень удобно. Дом двухэтажный. Санузел расположен и на первом, и на втором этаже. Давайте включим свет, заранее проверим вытяжку. Санузел на первом этаже. Санузел 6 квадратов. Просторный. Очень красивая плитка. Вот мне очень нравится. Оттенки от светлого с переходом в темный. Есть все выводы под электроприборы. Есть все необходимое для того, чтобы установить душевую кабинку. Санузел. Теплый пол и небольшой радиатор. Тепла здесь достаточно. Стекло с матовой вставкой. Окно открывается на фасад вашего дома. Можно купаться и смотреть, кто приходит к вам в гости. Три метра потолки, как везде. Четыре точечных светильника. В данный момент вытяжка работает. Ее практически абсолютно не слышно. На второй этаж ведет красивая деревянная лестница с закругленными балясинами. Очень здорово. В данный момент пока есть вставки для того, чтобы лестница сильно не маралась. Это очень здорово. Она закругляется. Лестница широкая. Идем дальше. Поднимаемся на второй этаж. На втором этаже расположен небольшой коридор. Шикарный санузел и три спальни. Давайте познакомимся со всеми комнатами немного поподробнее. Все комнаты просторные, объемные. Две выходят с видом на приусадебный участок. Одна комната с видом на фасадную часть вашего дома. Также ламинат 34 класса с защитой от истирания. Везде есть двери с отличной фурнитурой, которая открывается легко и просто. Потолки везде натяжные. Один потолок, посмотрите, скошенный. Но это не страшно. Метр семьдесят три я не достаю даже до края скоса. Санузел на втором этаже 6,5 квадратов. Достаточно просторный. Санузел отделан красивой плиткой голубых каких-то синеватых морских оттенков с декоративными вставками. переходит вниз в темный оттенок. Уже есть все выводы под необходимую сантехнику, под электроприборы, если здесь будет стоять, допустим, раковина. В этом углу, посмотрите, красивое декоративное панно. Может быть, здесь будет стоять объемная ванная. Потолок здесь тоже скошенный. Но это даже какой-то интересный вид придает санузлу. Здесь очень уютно, мне кажется. Дорогие друзья, мы сделали для вас обзор дома 130 квадратов. Если вас заинтересовал проект именно этого дома, если вам интересна цена этого дома на сегодняшний момент, пожалуйста, позвоните по нашему телефону. Вся юридическая поддержка, льготная ипотека со всеми программами мы работаем. Обязательно позвоните, поинтересуйтесь. Это ваш вариант. Субтитры создавал DimaTorzok